Первая встреча московских экспертов и участников конкурса президентских грантов прошла сегодня на базе Национального архива. В тесном содружестве Союз журналистов Тулы и архив реализует два проекта победителя конкурса. Архив уже реализовал свой замысел. Передвижная выставка к столетию ТНР о фактах, событиях и людях уже колесит по всей республике. Да, это наш первый опыт и он у нас был поддержан и мы очень рады этому, но у нас уже назревает уже следующий проект. Это проект по оцифровке архивных документов. Наш архив очень богат, он очень уникальный и в котором хранятся документы с 1715 года на старомонгольской письменности. К сожалению, сейчас у нас произведен перевод только около 10% от всего объема старомонгольского фонда и необходима оцифровка и перевод дальнейший. Перевод со старомонгольского на русский и туинский языки и материалов первых туинских газет – журналистский проект с международной географией. Пандемия внесла коррективы в сроки реализации первого подобного проекта, но размах и значимость уже проведенной работы впечатляют. Здесь обратите внимание, что ни одного знака припинания, то есть ни одной заглавной буквой. И она наемно все эти тексты переводила, переводила на туинский язык. А Карина Караван уже с туинского на русский. Это огромный пункт. Посмотрите, насколько он сложный и кропотливый, потому что сейчас, когда читаешь эти переводы, то есть какие-то слова даже не удалось перевести. Вы уже видели, да, те газеты, которые выпускались, первые туинские газеты на старомонгольском языке. В республике где-то 3-4 человека, не больше, которые умеют читать на старомонгольском языке. И то, что сделал Союз журналистов Тувы по проекту, поддержанному фондом президентских грантов, мы перевели эти газеты со старомонгольского на туинский, из туинского на русский. И теперь вся эта информация будет доступна широкому кругу читателей и туинскому, и мировому сообществу. Представители фонда президентских грантов Мария Кайгородова и Степанида Ясков в Туве впервые. Одно дело читать в Москве официальный отчет, совсем другое – увидеть все своими глазами, говорят они. Стараемся максимально охватить в разных муниципальных образованиях, не только в Кузыле, поедем в разные районы. Поэтому знакомство, осмотр того, что приобретено за счет средств грантов, ну и, конечно, понимание. Мне очень хочется того, как это происходит на земле, потому что всю деятельность мы видим только из отчетов и из ослов грантополучателей, а на земле это совершенно другое, и от этого получаешь удовольствие. И сейчас же вот в этом году впервые реализуется региональный конкурс, он вот вчера, по-моему, как раз закончился у вас, по приему заявок, где совместное финансирование из местного бюджета и из фонда президентских грантов. Что, безусловно, увеличит количество получателей грантовой поддержки и, надеемся, активизирует, в принципе, деятельность некоммерческих организаций. Потому что, ну вот, как нам сегодня рассказали, некоммерческих организаций достаточно много, но еще не все из них достаточно активны. В планах Союза журналистов продолжение работы обмен делегациями между Кызылом и Уламбатором. Но, возможно, это только после улучшения ПИД-ситуации и открытия границ. Много непростой, но интересной работы и у представителей фонда президентских грантов. До 23 июля они намерены ознакомиться с ходом реализации большинства проектов, ставших победителями конкурса. Эксперты отмечают, что заявки тувинских общественных организаций выросли качественно и количественно. Только за последние два года поддержку президентского фонда получили 17 республиканских проектов.